В республике продолжают разрабатывать новые механизмы поддержки предпринимателей. В Министерстве экономического развития внесли корректировки в закон, регламентирующий инвестиционную деятельность. В ведомстве предлагают заключать с инвесторами специальные контракты. Они будут гарантировать предпринимателям широкий спектр мер государственной поддержки. Инвесторы, подписавшие документ, смогут без торгов получать в аренду земельные участки и поставлять вне конкурса продукцию для государственных и муниципальных нужд. Для бизнесменов снизят и ставку налога на прибыль. Еще одна форма поддержки – финансирование строительства инженерной инфраструктуры. Все затраты возьмет на себя республиканский бюджет. Кроме того, проектный закон оточнёт порядок предоставления государственной поддержки в форме льготы по налогу на имущество организации при привлечении инвестиций. Финансовые меры государственной поддержки за последние три года воспользуются льготой по уплате налога на прибыль. Организация части, зачисляемая в республиканский бюджет – это «Элита», «Швейная фабрика», «Комбинат автофургону», «Бакельчеваш», «Аконт». Здесь льгот по налогу на прибыль составил порядка 14 миллионов рублей. Реализация проекта позволила увеличить поступление бюджетной системы на почти 700 миллионов рублей. На реализацию перспективных приоритетов инновационных проектов из республиканского бюджета также в рамках указанного закона было выделено чуть больше 15 миллионов рублей. Здесь получили поддержку предприятий Чапаева, «Спектр», «Лента», «Эленопс», «ЧАС», «Чуваштуртехник», «Комбинат фургонов». Тоже в рамках инновационных проектов было создано порядка 120 рабочих мест. На самом деле, чтобы закон правоприменительной практики работал на общее наше благо, прежде всего предпринимательское сообщество, чтобы они покрывали свои производства, создавали высокотехнологичные рабочие места, чтобы поднимать доходы трудосуществованного населения. Члены правительства утвердили и другой важный законопроект. Согласно документу, с начала следующего года все медицинские организации республики начнут выписывать рецепты на препараты в электронном виде.